Субтитры сделал DimaTorzok Друзья, маленькая отсылка. Поскольку Саша очень любит внимание, он попросил сидеть по центру, несмотря на то, что ведущий Коля. Вот, сегодня такие дела. Конечно, Санек маленький и капризный, мы разрешили ему сидеть по центру, чем бы дитя не тешилось. Я хочу еще в центре! Можно я сюда сяду? И чтобы у вас не было диссонанса по картинке, запомните, сегодня ведущий вон. Николя! Мне, безусловно, обидно, что я не могу сидеть по центру, потому что это место выглядит удобно. Привлекательно, верно? Интересно, да. Свободно для интерпретаций. Но так уж и быть, из кресла. Добро пожаловать на книжный клуб, стендап-клуб номер один. Рад приветствовать вас, мальчики-пальчики. И всякий прочий кал. И на меня показал, блин, отлично. Блин, прости. Кисы, веки, кашки и птицы. С нами в зале? Я не знаю, как себя вести. У меня нет личности сейчас! Нет, нет, Голь, блин... зачатки появления Николая Андреева шоумена. Ёбаный в рот. Сегодня мы обсуждаем сатирическую антиутопию. А с кем? С кем мы обсуждаем ее? Мы обсуждаем ее с отборными, садистами стендап-клуба номер один. Например, с тобой, Леша Квашонкин. А я так, честно говоря, не рад своему странному амплуа в стендап-клубе. Я добрейшей души человек. Ты нацист. Какой ты нацист? Нео. Какой ты нацист? Ты, блядь, вообще, Раковских. Это поляк или кто нахуй? Сразу заагрелся на меня. Нацист, ебаный. Я зарубал. Что, сжечь меня хочешь? Мне вообще плевать, какой ты нацист. Ребята, на вас прям книга пиздец как действует. Она очень агрессивная, и вы тоже стали агрессивными. Будь меня кореш. Я тебя сам ебану. Может вам молочка налить? С ножами. Кстати, вы не задумывались, почему молоко с ножами они пили? Ведь можно порезаться. Блядь, я думал, она так разъебет эту штуку. Дай сюда эту шутку. Дай сюда ее. Аккуратнее, там может кого-то порезать. Там же можно... Да, да, блядь, не подумал. Помимо нациста Алексея Квашонкина, сегодня с нами татарин Марат Сикаев. Прямо рядом с ним. Это еще хуже. Это еще хуже. Ну ладно, спасибо. Еврей Александр Киселев. Шаббат шалом. Поляк или хуй знает, что Александр Малой. Слова не мои, слова нациста Алексея Квашонкина. Бля, прикиньте, делаешь себе тест генетический. Поляк или хуй знает, что... И рекомендации по диете. Поляк 37% хуй знает, что все остальное. А про себя, Николай, вы умолчали почему-то? И Николай Андреев. Николай Андреев. Это чистокровный, породистый русский. Как должен выглядеть русский человек. Это чистокровный, породистый русский, но еще немного от овчарки. В каком месте? Усы. А, ну да. Мне кажется, сперва стоит вкратце повторить, озвучить сюжет этой книги. Этой сатирической, не совсем антиутопии. Она в целом прям бесчинства молодежи, какого-то антиутопичного будущего Англии. Скорее всего, речь про Англию. Потому что... Есть теория, что даже Советский Союз там. Ну, не, не. Я так понимаю, что это именно такое антиутопичное будущее для Англии, которое в результате получилось для России. Я думаю, это классическая лапландия. Страна с чуть подломленной культурой. Россия начала в 90-х. Даже вот эти вот, знаешь, как у нас все время ругаются на американизмы в речи. Вот тебе прямое отражение того, как, грубо говоря, если бы Россия... Прямой рефлярч. Если бы вдруг Россия стала великой державой, такой, что оказывал влияние на весь мир, а в Англии был бы пиздец и разбродь, то там бы наверняка прижились наши словечки типа пиздец. Там очень смешно слушать аудиокнигу, потому что там используются какие-то прям в русской версии иностранные слова. Я когда-то... Я не знал этой фишки, мне казалось, что аудиокнигу озвучивает какой-то новорусский. И он подошел ему в фейсу по тейблу, думал, что происходит вообще. Серьезно там так? Ну, там да, там что-то такое. Блин, прикольно. Эту книгу легче читать в оригинале. Там 5% нашего. А им тяжелее. Они не понимают самых ключевых слов вроде кау. Так вот, прикол в том, что было, когда Бёрджис написал эту книгу, британцы не понимали, о чем речь. Им надо было догадываться, что это за слово. Я надеюсь, они посмотрят этот выпуск. Да. Они поймут, о чем же речь в книге. Иначе зачем? А еще прикольно, что экранизация была такая мысль, что вообще непонятно, что читать. Тут там, ну, они почему-то английские слова вставляют. И есть же экранизация, да, получается, Кубрика. И у него было требование, что было только на субтитрах. Прикинь, как странно смотреть такой фильм на субтитрах, где говорят, условно говоря, тейбл, и в субтитрах по-английски просто пишешь по-английски тейбл, а все остальное русскими. Типа, лодер-переводчик. Ну, а ты в книге сейчас как читал? Все написано по-русски, а эти слова просто написаны транслитом. Да. Ну, там, да, да. Ну, и субтитры так же сделай, не еби мозг. Держаться рядом с тобой. Мне папа всегда говорила, общайся с умными ребятами. Ну, в общем, так, книга начинается с того, что чувак прям гордится тем, какая у него тусовка, тем, какие у него друзья. Мне кажется, книга прям начинается как фильм. И когда все начинали читать книгу, мы такие, так, и мы помним этот кадр. Отъезжающая камера, варь молоко, столы видевалых женщин, чуваки сидят за молоком, пьют, готовятся к крастинг, драчокинг. И драчинг. Друг другу. Фистинг. И римминг. И римминг. В общем, да, да, да. И брей ринг. С Козловым? Извините, пожалуйста, Ленея. Да, и что я про хулиганы? На самом деле, классические, они описываются там, как классические какие-то... Они наркоманы. Они наркоманы. Вон конформисты, то ли панки, то ли нацисты, то ли непонятно. Не, ну, типа... Ходили в этих глинамесах, как... Грубо говоря, это... Говнодава. Говнодава. Какая-то... Глинамесы, братан, Да, они одевали геев на ноги. И делали... Одевали. О, блин, прости, пожалуйста. Да, конечно. А то это неуважение, значит, я... Согласен, только, конечно. Простите, пожалуйста. Да, причстал в говнодав. Одежду надевают, геев одевают. Все правильно. Умный. Он умный. Поэтому я рядом с ним... Короче, ребята, давайте сразу отталкиваться, какие я получил впечатление от начала книги. Да. Ну, давай от этого оттолкнемся, какие ты получил впечатление. Речь ведется от лица 15-летнего парня. Воуу. Я оттолкнулся. И я. Уэей. Поэтому мы и посадили посередине малого, 15 лет, что-то такое. вот так они там и дрались на улицах лондона дайте мне парочку раскрашить черепушек сказал алекс и вот в общем собственно такой примерно ебаной речью и ведется повествование в книге ребята наркоманы они пьют молочко с кадеином да 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 там всякие там все что могли найти в общем конкретно ребята пока лёша ищет пьют молоко со стимулятором агрессии чтобы более задорно пиздить да короче они выпивают молоко с как вы правильно сказали добавляют седуксен кадеин белармин и получается кайф обычное молоко домик в деревьях молоко 2,5 процентное кстати говоря обязательно только фермерская 3,6 4,6 процент жирности меньше трех не существует я кстати недавно знал что по жирности как легкий майонез я поставил пачку легкого майонеза такой этот ты николай а ты узнал чисто визуально узнал по процентам ребята пьют легкий майонез идут пиздить не виноват в общем чуваки бьют насилуют стандартные такие малолетние типа вот знаешь как как эти скины из девяностых у которых нет особой идеологии по-настоящему но они любят бухать и перед друг другом показывать какие они крутые там понятно есть какие-то серьезные дела они творят но на полном серьезный типа они бы дошли к мужику посмотрели что они читают и обсмеяли это думаю это жестко доебались насиловали это ладно ну так это что что у тебя книжка по по кристаллизации погладили ее против шерсти как так можно подошли молодую девушку и сказали тебе женщина тебе будет 50 мочи только начиналась сразу хочу сказать эту книгу он писал когда ему было 40 лет помимо того что с ним было и под впечатлением от чего он писал то есть книгу он писал в боли душевной физической нам сейчас на это похуй он просто был еще одним из тех взрослых людей которые пишут про ужасную молодежь будущего как например сперва когда ребята сидят чилит с молоком они видят трех девочек лет наверное 16 которые крутят попками одеты по современной моде и на груди у этих девушек значки с мужскими именами по моде того времени этого потенциального будущего это имена парней с которыми они спали до 14 лет и вот такие моменты типа ой как ужасно он вставляет всю книгу подряд но ты имеешь ввиду то что он такой придумал сюжет такой и значки с именами всех кого с кем она переспала недостаточно до 14 лет нет нет только 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 отчимы только двойное проникновение отчимы до 14 да и ребята решают что у них сейчас выбор либо вот соблазни девчонок либо устроить старый добрый крастинг толчокинг и прочее и драчинг да и главный такой ноги 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 и все отправляются вечер только начинается у них впереди много интересных дел кто до сих пор не понимает все эти словечки это попытка переделать назад американизмы крастинг это от слова красть да драчинг от слова драться да да молочинг это от малой так они выходят в ночь и идут продолжают вот это факел сюжет у тебя черт инициатива наказуемо ладно в общем они идут на дело так сказать да по пути они избивают одного мужика как раз с книгами по моему первые они увидели заводный песен это потом да вот они избивают этого мужика вздеваются раскидывают разрывает его одежду ломают его деревянную челюсть вообще это было странную деревянная челюсть она была как-то прикреплена к чему на гвозди ну да в общем они избивают этого чувака и потом одна маленькая ремарка дошел из библиотеки до а в библиотеку в то время никто не ходил он снова он говорит об этом будущем которое все равно прошлое сейчас в библиотеке никто не ходит все живут счастливо он такой в этом в этом аморальном будущем библиотеки ходят только какие-то редкие личности вообще непонятные которых стоит обижать по мнению этой молодежи саж ты не видел колю тише 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 он купил себе телевизор с платформой яндекс тв привет алиса это коля привет и вам большой рад тебя слышать моя дорогая покажи подборку фильмов про любовь сейчас поищем реально он как купил так ни разу и не выходил из комнаты вообще три дня это идеальное решение для коля потому что это одновременно и телевизор и девушка идеале себе господи коля и по отдельности всегда был без ума от этих двоих а здесь никаких шансов алиса твой главный экран бесподобен ну не смущайте меня он реально потрясающий главный экран правда ничего саж там сразу и блогеры и и тв программы и фильмы и даже вот эта рекламная интеграция там все на одном экране очень удобно как в мфц подошел таланчик взял не самую местную налоги и знаешь что больше восхищает то что они просто сидят и разговаривают алиса что такое любовь любовь чувства свойственной человеку глубокая привязанность и устремленность к другому человеку я не понимаю откуда у коли деньги на такую потрясающую покупку он похож на человека который за всю жизнь заработал 7 тысяч рублей у нас все склонится потому что телевизор из платформы яндекс тв как раз начинаются от 7 тысяч рублей может позволить себе любой коли андреев единственное смущает что коля напился он разговаривает с пультом это у вас анек я понимаю что много раз в коле в таком состоянии но в этот раз все нормально короче это специальный пульт в который ты можешь говорить ну знаешь у коли всегда были слишком жирные пальцы чтобы нажимать только на одну кнопку на пульте а вот тут можешь говорить ну пока у тебя не слишком жирный рот чтобы говорить только в один пульт ладно давай пойдем не будем портить коле один из лучших дней в его жизни а то он и у нее будет под каблуком кто-то нас в рекламную интеграцию свою личную жизнь приносит ну в общем да они избили этого чувака там написано что он уполз весь в крови на карачках класса полный на стойку нельзя так и на самом деле жестокость она довольно жестокая все-таки отмечает циника это бля грязно неприятно да потом они по моему атмосфера дома потом они идут что-то воруют в какой-то лавке потом они еще дерутся с какими-то чуваками он еще там говорит что в драке использовал бритву и получилось классно но на самом деле насколько я себе представляю 15 16 летних которые агрессивно себя ведут они примерно так и это же типа перед другу перед друг другом они просто так я вебалом маду как я пырнул как я его убил насил как я его отпел отрываю как я похоронил отрывал как я накормил выходила по мне кажется и вывел в общество смотри вот он вот вилка Я понимаю, что у меня настоящее оружие холодное было только в детстве. Какое? Лёд. Огромная сосулька. А что вы смеетесь? Огромная сосулька. Что, думаешь, я и дом тебя не отпизжу? А я в детстве думал, что когда говорили, что дерутся на говне, это значит, что прям говном дерутся. Это глинамесы, да, это вот туда. Да, мальчишки в том числе дерутся с другой бандой. И параллельно рассказывают, что в то время в городе было много банд, были большие обвинения, но обычно ребята, молодежь, по четыре, по пять ходили, чисто, да. На говне и просто делали свои, делали свои шалости. После этого, по-моему, они заходят в бар и ради алиби, продуманно, продуманно, наливают, ставят старушку пивка, которая забулдыги этого бара. Это очень странно, вообще, да, да. Это что именно странно? В этот момент мне очень показался странным, что, ну, для того, чтобы у них это алиби, что они, типа, якобы в баре давали, набухивали бабок. Типа, я не понимаю, что это за полицейские такие, которые заходят в бар, во-первых, слушают бабок, во-вторых, бухих бабок. Типа, это оплод конечной информации. Типа, давайте, бабки расскажите. Вообще, как, просто спящий… Как вы думаете, это вот он убил? Не-не, этот… Это всё Зюганов! Вообще, я никогда не видел, что бабки бухали, на самом деле. Бабка говорит, хочет посмотреть, что у него в этой тележке, которую я таскаю всё время. Так, и после этого, после того, как они делают всё странное, либо в надежде, что бабки их защитят, я от абсолютно согласен с Александром. Тупее можно только, пойдём собак покормим, если что, собаки скажут, что мы их кормим. Мне кажется, ситуация такая, что очень много преступлений, очень мало полицейских, поэтому типа, а, ну ладно, бабкам в данном случае можно верить, просто из-за того, что они постоянно заняты. Допускаемый такой, да? Так это же легко раскрыть дело. Ты смотришь… Так, как раскрыть дело? Нужно найти буховую бабку и умножить на минус всё, что она говорит. Так легко раскрыть. И как ты умножишь на минус информацию? Зюганов… Они были здесь, их не было здесь. Может быть, там было такое время, когда взрослым людям больше доверяли, чем молодым, и поэтому, у кого первым делом спрашивала полиция, у взрослых людей… А может бабки были полицейские? Как будто бы не могли соврать. Но вот то, что они были пьяненькие, да, это вот не в их пользу. Это очень странно. Потом же они… Банда Алексеевна сказала, мы тут на пару минут выйдем, если что, мы всё время сидели здесь, и они едут как раз в очень важный объект, так сказать, в этот дом, да, где… До этого грабят лавку с сигарками. Ну да, да, они… Возвращаются к бабкам. Возвращаются, проставляются и едут в дом, где, собственно, совершают одно из самых значимых своих преступлений. Насилуют жену одного писателя. Собственно, как бы… Чучего. Неожиданно. Эля… Поэтому он такой странный. Так вот почему здесь русские слова везде. «Выместики калышатся на ветру». Это с того момента. Он пытается думать о чём угодно, чтобы не помнить изнасилование жены своей. Да, он писал вот в таком состоянии. Чу. Это фильм. Так вот. И, конечно, они там производят старые добрые свиньвы, не сбивают писателя. И Энтони Бёрджес в этот момент запихивает в свою книжку, собственно, свой жизненный опыт. Потому что с его женой сделали всё то же самое. Четыре человека надругались над ней. Посвящена всего, по-моему, если не ошибаюсь, одна страница именно подробностям. Но в фильме, например, который снял Кубрик в 1971 году, там очень круто показан, в целом, насколько им было плевать на страдания, на крики и умоляния не трогать ничего. Да почему плевать? Они же за это твои кайфовали. Да, я имею в виду, что они даже пели… Ну, главный герой, Алекс, он же даже пел песню, собственно. И до их совести не добраться вообще. Они абсолютно цивичны. Они на глазах мужика. Ну, им 15 лет. Они дети, да. Это максимализм. Топит мозгу. Ты же слушаешь что-нибудь такое, тебя включаешь в 15 лет агрессивную музыку в ушах и такой… Выйду в ночи в поле с конём. Агрессия. Давай расторгуем, давай. Обожаю агрессивную музыку. Хочешь, я убью соседей. Ты думаешь, да, убью, нахуй. Да там есть реально жёсткие вещи. Огонь, батарея. О, перестань. Да, отчего так в России берёшься? Отчего? Да, я плохой, я молодой. Бля, на самом деле текста, получается, нормальное в российской попсе не хватает надрыва немного. И всё, надо чуть больше искренности. Пока они насилуют жену писателя, когда они бьют писателя, заодно Алекс, главный герой, собственно, лица, который ведёт с повествования, видит книжку, которую пишет этот человек. Книжка называется «Заводной апельсин». Хуй пойми про что. Он не врубается вообще на тот момент. Он не врубается, он из обрывков текста понимает… Он вот так вот говорит. Там чё-то там, бля, про свободу воли, и чё-то там, бля, про свободу слова, и про то, что каждый человек умеет выбор. Это я так пересказываю песню Оксимирона. Что-то плюс-минус так. Чё-то он, чё-то хочет. Свободу выбора, чё-то воли… Хотите выбор, свободу, езжайте в город Выборг. Там его… Амарат, я… Пожалуйста, не останавливайся. Простите, пожалуйста. Так. После этого они сваливают на машине, украденной чисто для этого, для джойрайдинга. Я когда узнал это слово, не знал, что феномен существует. Украсть машину, чтобы чисто поездить, да. Покайфовать. Они бы с ума сошли, если узнали, что такое каршеринг. Да, да, да. Это джойрайдинг за деньги. А, и после этого мы шли в ночи, улыбались нашими зубами с пломбами, потому что… Что с нас взять? Мы же всего лишь дети. И он два раза вставляет этот шоковый момент, потому что сперва, когда читаешь, думаешь, это взрослые, просто вообще отпетые какие-то, убийцы, насильники и грубияны. Оказывается, что это всего лишь дети. Ему завтра надо в школу. В школьной форме. Он уже в тюрьме, об этом впоследствии тоже говорит, типа, а мне же всего 15 лет, и там заканчивается глава. Всегда были самые жесткие, именно эта прослойка населения. Школьники именно вот этого возраста. Ранние тинейджеры. Сто пудов они были в классе Г, потому что там… Сто пудов, да, да. Нет, это С, спортивные они же такие. Или в классе Х, хулиганы. А то где в библиотеке, это из А. Я про то говорю, ты как бы, грубо говоря, если люди кого-то пиздят ногами бессмысленно, ну то есть не за дело, а просто так, то это стопудово 14-летние. Да, либо это вступительный экзамен в Росгвардию. Ну тогда пиздят 14-летние во. Да, да, да. Коррект не так, да. Так, собственно, да, вот что происходит. Они всех там убивают, насилуют и идут веселые… Домой скидывают машину, расходятся поспать, потому что завтра в школу. Мы следим за Алексом. Он приходит в свой вот этот вот скучный многоэтажный дом, в котором там… Ломаны лифты. А как называется эта штука на стенах? Да, роспись. Граффити. Граффити. Да, там, типа, память. Реалику. 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 Как это называется эта штучка? Ну вот это вот… Как это… Бэнкси делает это все. Вот это Бэнкси, вот это все делает. Граффити. Все. Спасибо. Идет спать по пути хуесосит своих мамы и папы, которые спят. Ну, который… Он явно ими вертит, как хочет. Да, да, да. Из-за агрессии, из-за всего. Дальше по сюжету что? Просыпается и чувствует, что в школу идти не хочет. Хочет кайфануть. А он же, типа… Это тогда он, типа, получал… Слушал Бетховена… Это вот на следующий день. Это второй день записи его. Блин, вот это же… Ну, он просыпается, говорит маме, что у него болит голова, и он останется поспит дома, потому что у него много бабок, он хочет, да, реально кайфануть. Потом засыпает снова, просыпается, и у него дома этот… Дельтоид, который… Его… Как это можно назвать? Он… По перевоспитанию? Ну, да, да, да. Человек, который отвечает… То есть, до этого Алекс был в исправительном какой-то школе, и к нему прикрепили надсмотрщиком… Как это можно назвать? Забыл слова. Короче, человек, который следит за его вот этим… Писюн. Воспитание. О, нормально, да, Писюн. Спасибо. Алекс просыпается, и в другой комнате Писюн, огромный, сидит в костюме, который за ним наблюдает. Про музыку пропустили, это же интересный был момент. То, что он ночью слушал музыку… То, что он очень гордился тем, что он один из всей своей компании слушает битхор, баха и так далее, а по радио сидел, слушал, и такой, типа, эти все дебилы не понимают, они там свою повсу слушают. Когда этот Людвиг Ван начинает играть, блин… Если вы хотите насладиться этим моментом, посмотрите фильм. В книжке это описано словами, а вот… Если вы хотите насладиться книгой, посмотрите фильм. Когда играет этот Людвиг, я тогда чувствую такое могущество, как будто я сам бог, и мне хочется резать весь этот мир на кусочки своей бритвы, и что белые фонтаны заливали все кругом. Типичный пятнадцатилетний. Максималист. Битхоми, конечно, охуел, услышав такое. Реально? Он поэтому и оглох. Или кто там, Моцарт оглох? Моцарт, да, по-моему? Битхоми. Потому что все подходили к нему и такие, блин, эту мысль приезут прям все. Он такой, замолчи, замолчай. Я не это вкладывал туда. Такой возраст, когда у тебя голова начала соображать, ты быстро цепляешь идеи, но туда какое говно не положи, оно прирастется. Начал впитается. Да, да, да. Ты еще не можешь отделять дебильные идеи, не дебильные. А я еще думаю, что в целом молодежь это очень много агрессии у тебя выделяет. Ты вообще не умеешь управлять агрессией в целом. Мне кажется, молодежь может сделать агрессивную любую движуху. Путин сказал, что молодежь до 35 лет, Александр. Так мне кажется, он скоро скажет, сколько мне? 75 молодежи до 76. Я молодой. Так вот, Алекс просыпается, и вот этот вот его надсмотрщик дельтоид, он начинает расспрашивать его, где ты был вчера вечером, потому что были какие-то происшествия и так далее. Он сказал, типа, это не я, ты, типа, кореш. Он его называет корешем. И я тут ни при чем, я, типа, был там где-то там и так далее. И он сказал, типа, Алекс, рано или поздно, что ты, типа, попадешь в тюрьму, и тогда уже я не смогу тебя оттуда вытащить, по сути. И потом уходит. И Алекс кушает вот этот пудин, который оставила его у мамы, да. Яичность, по-моему. Ну, да, да. Отличие книги от фильма в том, что есть дохуя яиц было съедено. Блин, яичность захотелось. На причине всей книги было не насилие скорее, а яйца, яйца, яйца. В общем, потом он идет в музыкальный магазин покупать пластинки. Забрать заказ. Да, он заказал заранее заказ, он пришел и встречает там двух девочек, как оказалось, десятилетних. В книге они описаны как две десятилетние девочки. На тот момент Алексу 15. Он их начинает клеить всякими словечками. Говорит, зачем вы слушаете эту чушь? Вот у меня есть клевая музыка. Либо мы можем вашу музыку послушать на моем клевом проигрывателе. Заманивают их домой. Подкаты в этом утопичном мире так себе. Ну такое, да. Работаем. Потом они… Ну когда всех людей обычно вокруг просто пиздят, а тебе говорят, пойдем послушаем музыку. Наверное, это ебать какое предложение. Вот что мне показалось удивительным, что книга была написана где-то в 60-х годах, но и тогда прослеживается вот эта тенденция, что когда ты подкатываешь к девушке, она такая, хочу сначала покушать. Там было то же самое. Чувак, все меняется. Ужасная тенденция. Я думаю, что все меняется, когда ты подкатываешь в десятилетней девочке. Которая голодная. Да, голодная. Блин, какая банан. А у тебя еще игрушек с собой куча огромная. Ой, и лего не собран. Да, и лего не собран. А есть прям цитата, да, после тебя. Как он подкатывает, какими модными словечками. «Что, сестрички, оттягивайтесь пилить диск на скрипучий телегия?» И этой фразой он завоевывает доверие двухдесятилетних девочек в этом будущем. Вот такой язык. Нет, десятилетний такой же говоришь, любишь шоу «Импровизация»? Пойдем. Я знаю, что что, на, и пойдем со мной. Нет, просто я на самом деле в фильме там более-менее, видите, сложно воспринимать, как подростка, например. То есть у меня все равно, когда читают… Я сначала посмотрел фильм, потом уже слушал книгу. То есть у меня все равно картинки из фильма. И Мальком Макдау, да, он 27 лет, и он там играет подростка, все равно его не воспринимаешь там, как тенижеры. И девушки там, в этой сцене, там, достаточно тоже молодые. А когда читаю это, я представлял из сестричи Колсон. Из фильма «Двое я и моя тема». Да, и я думал, сейчас он за ними гоняться будет. Они будут меняться местами, мы понимаем, что где… Как он станет от этой хуйни под конец книги. Главное, чтобы не сестры Зайцева, знаешь, Юнусов… Ну и, в общем-то, он трахает их под свою любимую музыку. Насилует… Насилует… Вколовшись себе кошачьим возбудителем, насколько я понял. Дети в этом плане не выборочные для наркотиков. Ну, это состоятельные люди, взрослые, употребляют нормальные наркотики. Если наркотики попадают в руки детям, они хуеют что-то такое, что может полегче достать, поэтому так быстро их это все и доводит. Ну, на самом деле, вообще жизнь у него потрясающая. Я в 15 лет еще листья древесные, как деньги, давал людям. Да, я тоже, я тоже думаю, что вроде как бы это такое… Убухтел, ипотеку… Оплачивал. Да, отцовские долги. Ты мне неделю назад вообще мой долг кленовыми листьями мне отдал. Папа такой, сидел на кухне, такой, блин, у нас нет денег. Я такой, папа, я разберусь. У нас как раз рядом с домом клен растет. Потом мне их не брали, я говорю, ты знаешь, куда мне пришлось залезть за этими деньгами? Ты покупал, да, дерево и не мог рассчитаться за него. Помню, как я слез с дерева с кучей бабла, и там стали хулиганы такие, а че это там у тебя? Я понимал, что этим парнем 16. Блин, хуил момент, когда ты набрал до хуя листьев, приходишь в магазин им платить, тебе говорят, этого недостаточно, и ты понимаешь, что кленовый рынок обрушился, пока ты шел от дерева. И все эти люсти не стоят ни хуя, была гиперинфляция вообще, это теперь 10 рублей. Правильно я понимаю, что в 95-м году Влад Листьев был самым богатым человеком? Да, а сейчас Надежда Бабкина, нет, это так не работает. Не-не-не, Влад Листьев, Надежда Бабкина. Блин, там же они все время творили такую жесть всегда, то есть мне кажется, автор даже, мне кажется, хотел, ну, побольше вызывать какого-то, знаешь, такого, провокации и так далее, то, что они делают. Он переживал, что его персонаж, который должен в конце стать нормальным, будет недостаточно хуёвым. Да, он прямо как будто бы пересмотрел сезон «Пусть говорят», знаешь, он такой, так. Он как будто все время недостаточно, то есть как будто его круг общения был такой, что он все время такой, а еще он насилует. Ну нет, все равно как будто нормальный парень. Нет-нет, а еще он колется кошачий возбудитель. И все равно я бы с ним дружил. Ну, блин, это кошки все-таки, да. Он, значит, убивает, насилует, ведет себя плохо, употребляет наркотики. Блин, это описание моего лучшего друга. Да, в общем, этот день он провел хорошо, как и планировал пофлексить. Но на следующий день они идут выставлять, они идут грабить лавку с серебром, по-моему, да. Им дали наводку, белый англичанин дает им наводку, что в одном старом доме живет женщина, в котором может быть антиквариат и много-много серебра и золота, где можно поживиться. Потому что деньги у них закончились, потому что они проставились перед старухами, чтобы в очередной раз обеспечить себе алиби. И намечается конфликт. А, да-да-да, Алекс бьет Темы, его везде по-разному, Тим, Тем называют. Пусть будет Тем. Да, пусть будет Тем. В общем, они сидят в корове, опять возвращаются в корову, пьют опять молоко, и там какая-то девушка начинает петь. Она поет какую-то красивую арию или еще что-то, Алекс завороженно слушает, и в это время Тем делает, как там описано, пыр-дыр-дыр, но это, скорее всего, пыр-дыр-дыр. Вот это вот, да-да-да, тема. Может, у него инсульбу? Да, вот, да. Я как раз хотел сказать. Ха-ха-ха-ха. Вот, и он... Ну, чувак, мне баба нравится. Это обесценивание в этом. Ну да, типа... Бра, фигня. Да-да-да, вот. И в этот момент Алекс бьет его, делает ему толчок в мордах. Ха-ха-ха-ха. Рукером. Это чисто... Что-то я думал, что Гоблин переводит. Что происходит вообще? После этого у них начинается конфликт. Тем начинает говорить, почему ты сделал это? Типа, мы же вроде как друзья, мы с тобой одна команда. И тут начинается вопрос о его лидерстве становится. Потому что двое других его друзей из банды также становятся на сторону Тёмы. То есть, по сути, своим поступком Алекс себя дискредитировал как лидер. Они такие, они такие. Мы, бля, вообще замечаем давно, что ты себя лучше других считаешь, пидора. Да-да-да. Ну, короче, его авторитет под вопросом уже. Да-да-да. Потому что они хотят больше, они старше него, ребята, и они как раз задаются вопросами. Мол, как бы мне приумножить свои богатства? Они тратят каждый вечер на алиби, на то, что бабок напоить. Сразу заработать много, да. Да, заработать много денег. Этим обусловлено то, что они едут реально грабить. А Алекс, чувствуя, что надо немного прогнуться, чтобы продолжать быть лидером, соглашается быть инициатором этого грабежа. И они едут. И грабят. Попал немного на тебя, Лёв. Чувак, ещё я такое одно, и я толчок тебе сделаю. Это очень эротично выглядело, на самом деле. Только рукером по мордору. Так, давайте продолжайзинг. Саньку вставил в молочко, видно, продолжайзинг. Этот, они едут к бабке. Там всё идёт не по плану. Она начинает кричать. Он её тоже бьёт. Бабку едут копы. Чуваки его сливают. И специально бросают копом, потому что он заебал. 15-летний тип. Но их тогда тоже не поймают, если они сольют его. Они убегают за несколько секунд до приезда полицейской машины. И Тём там смеётся ещё, как обычно. Ну вот. Менты пиздят Алекса на месте. Потом в отделении. Классика. Классика, да. И за что ему всё это? Ему ведь всего 15. Ну да. В общем, привод его не первый. Много раз он уже подался. Они его знают. Они уже сразу типа, о, коротышка Алекс попался. Всё. Типа, мы знаем, что с тобой делать. В итоге в камеру потом приходит как раз вот этот дельтоид, который был у него смотрителем пускай будет. Он приходит в камеру и открещивается от него. Он сказал, я же тебя предупреждал. Типа, я умываю руки и больше тебе помочь не смогу. Потом оказывается, что статуэтка, которую он ударил, эту женщину старую, она умерла. Статуэтка? В фильме. Статуэтка умерла, а бабка осталась стоять в доме. И потом уже другой человек пришёл, это и бабка, и бьёт статуэтку. Другого человека. Другого человека, да. И, по сути, Алексу грозит очень долгий срок за тяжкое преступление. Плюс он ещё… Ещё в камере одного убили. Это потом, да. В процессе допроса он ещё признался во всех своих других. Рассказал вкратце, как вели себя с бандой на других преступлениях. И ему двенадцать лет, по-моему, дают. Четырнадцать. Четырнадцать лет ему дают, да. И, по сути, с этого начинается вторая глава. Он всё равно бы до тридцати вышел. Ну, в тридцать четырём он бы вышел где-то там. А, нет-нет, он бы раньше вышел скорее всего. Ну, и как раз глава кончается с тем, что вот такие вот дела, братцы и сестрички. А ведь мне всего лишь пятнадцать лет. Да, да. Вот так и все-таки снова шок. Ебать ты молодой уже такой смоченный. И вторая глава посвящена чему? Скорее, сиденью и выходу его. Сиденью и тому процессу. Он отсидел два года и… А кто это? А, Саня, скажи. Не, говорите. Я счастлив, что вы разговаривали. Я согласен, да. Вторая глава начинается с того, как он в тюрьме. Ты же говорил, ты учил. Сука. В течение двух лет Алекс находился в тюрьме, ему там не нравилось, и он пристроился к священнику, помогал ему на проповедях и так далее. Потом случайно он узнал от кого-то в тюрьме, что есть некая методика исправления. То есть есть какая-то… Экспериментальная программа. Экспериментальная программа, где тебе вкалывают какую-то сыворотку, она называлась «Метод Людовика» или как-то так. Ему сказали, что пройдя этот метод, ты через две недели освободишься из тюрьмы. А ему оставалось… А ему оставалось сидеть лет десять, поэтому он сказал, да, он подписался. Конечно. И священник такой, типа, не надо, лучше отдай свою душу Богу. Там прикольно, что оставаться плохим его уговаривал только священник. Да, но на самом деле священник… Священник ему говорил про свободу души. Священник вообще, на самом деле, очень много судьбоносных фраз и очень много цитат, как рассказал именно священник. И фраз, с которой книга начинается, ну что же теперь это именно принадлежит священнику. Так вот, он его отговаривал, но Алекс, поскольку не хотел долго сидеть в тюрьме, согласился. И его на следующий же день перевели в другой корпус, который находился на территории же тюрьмы. И он, собственно, начал… Что делать, Санек? Я помню, что там было, как уже его исправляли. То есть, когда его привели в кинотеатр и решили показывать всякое насилие… Они сделали так же, как у меня с уральским пельменем было. Я их пересмотрел, теперь не могу смотреть. Они показывали просто много насилия, просто открыли ему глаза. Ну не просто, не просто насилие, а насилие под психоделиками под какими-то. Да, да, и он слишком пересмотрел. Да, и он сидел с привязанной, с закрытыми глазами, распорками, и люди вытирали ему слезы. Я даже знаю, как это работало. Я знаю, что разработчики тиктока смотрели на эту сцену и сказали, мы сделаем миллиарды на этом. Да. Вот, и там смотрели без конца вот как будто суперражняк, ломая ему абсолютную психику. Короче, пытались его отравить, по сути. Есть же такая тема, например, когда там узнают, что там, родители, ты куришь, скури всю пачку, и ты больше не можешь курить. Вот тебе много насилия. То же самое, если бы ты кого-то трахнул во дворе, папа сказал, трахни весь двор. Короче, да, они начинают, они вкалывают ему вот эту сыворотку Людовика, под ней он начинает испытывать тошноту и боль при каждом разе, когда видит насилие. Просто видит или даже подумает о нем. И на протяжении двух недель они вкалывали, 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 смотрели. И под корец уже перестали вкалывать, ему и так уже было плохо. Да, и в конце был такой выпускной, небольшой выпускной вечер, где, собственно, он должен был показать, вот эти врачи, которые над ним были, они должны были показать всем остальным результат работы. Там сидели как раз тот священник, комендант тюрьмы. Какой-то анекдот начал. Короче. Я остаюсь на необитаемом острове. Короче, Василий Иванович выходит, а там Вовочка. Короче, вот, и они начинают выводить его на сцену под этим, как называется, как эта штука называется? Прожектор. Который светит на меня на прожектор. Слава. Под прожектором, где показывают ему, как работает эта сыворка. Они выводят человека, который начинает его провоцировать на насилие, и он через боль пытается вести себя нормально, умолять его, типа, не надо, начинает облизывать ему ботинки, лишь бы эта тошнота и боль внутри не появлялись. Не появлялись, да, он с унижениями и всякими. Там так написано, его желание делать зло органичное. Да, да, да. Принуждает его делать добро, потому что одна мысль о зле, о насилии каком-то, вызывает у него ужасную, которая не может обрежать тошнота и боль. Совершенно верно. В общем, его отпускают, он идет домой к родителям, и оказывается, что родители вообще не знали, что он вышел из тюрьмы, а мама сначала начинает орать, что вот ты сбежал, ты опять нас позоришь. И оказывается, что в той его любимой комнате, где был его любимый проектор, ой, про этот, не проектор, музыкальный. Граммофон, звук. Да, да, да. То есть вся его комната превратилась в комнату для сдачи жилья, и там был абсолютно другой чувак. Мне так это добавило, что он резко стал им родным, и он там не хотел уходить, ну там уже, то есть у него была его там комната, да, а там уже другой какой-то ремонт, там какие-то боксеры. Я просто представил, что такое, и что, и что. Выгнал всех и подрочил там. Ох, эти боксеры. Ну типа, если я, то мой дом. Да, и он уходит из квартиры, потому что ему больше некуда идти, родители не принимают его, он идет. Ну там нет, там на самом деле такое, знаешь, интересно-то, как почему-то такой момент, что отец как будто бы все равно такой, как будто пытался что-то сгладить, а мать такая вообще молчала и никак. Мать просто жрала, у нее рот был занят, она ела. Ха-ха-ха. Да. Ха-ха-ха. Ха-ха-ха. Да. Он же хочет покончить с собой. Потому что, ну он понимает, что новый мир, в который он попал, который изменился полностью за два года, и поменялась мода, и уже знакомые люди в музыкальном магазине там уже не те, и над ним смеются над тем, что он любит классическую музыку, а музыка уже другая. И он очень быстро принимает решение, чтобы убить себя, но понимает, что нанеся себе вред, он этим образом опять спровоцирует тошноту и так далее. И он идет в библиотеку, чтобы найти какие-то безопасные способы уйти из жизни. И там он встречает как раз того человека, которого они избили в первой главе, с книгами вот этого, да, он его… Чья жена убила. Писателя. Да, да, да. Они… Человек, шедший из библиотеки. Из библиотеки, да. Да. И он его узнает, он его узнает, и они, там, все старики, там очень забавная даже сцена в фильме, где они вот этими ручками пытаются его бить, а он сидит и как будто не чувствует боли. Как это? Майк Тайсон и Джонс, да, примерно так это выглядит. Два старика что-то пытаются сделать. Что-то типа того. Какой Джонс? Томми или Джонс? Нет, нет. Он имеет вот боксерский поединок, который был недавно. Майк Тайсон против Роид Джонса-младшего. Ну, короче, это… он не может вообще испытывать никакую агрессию, и ему приходится терпеть, как его сбивают старики. Да, и он говорит, что больше не наносил вред не именно его удары, а их вонь старческая, которая была, потому что их там было очень много, и они там в этих библиотеках, видимо, сидят неделями, безвылазные и так далее. Он еще вообще… Типичные старики библиотеки. По ходу книги. У него типа нюх тонкий пиздец, да. Слух у него тоже такой, что… Ну, он сейчас довольно снобистский такой. В целом, он мог бы их отпиздить. Какая разница, стошнит от вони или стошнит от… Он не мог. Он физически не мог даже руку нанести для удара. Вон сильнее. И он кричит, спасите меня, пожалуйста, когда там появляются какие-то люди. Оказывается, это стражи правопорядка, менты, которые его возволяют. Три полицейских. И двое из этих полицейских – это его старые знакомые. Один из его банды, второй из той банды, с которой они враждовали. Да. Которые видят его и такие, ой, здорово, какая встреча. Повезем тебя за город пиздить очень многое. Везут его за город и очень много пиздят. А он притом, ему даже больше нравилось, когда его бьют, потому что чем он может испытывать агрессию, потому что боль, от которой его бьют, не такая страшная, когда он хочет проявить агрессию. И звучит как название тоста сейчас какого-то было. «Давайте за то, чтобы боль». «За боль, мама, не люблю тебя, за боль, ненавижу тебя, за разводы». Его очень хорошенько пиздят, он возвращается в город. Нет, его пиздят, он остается там и набредает через какую-то листву на тот дом, где они бандой изнасиловали и убили ту женщину, которая умерла. И писателя. И там живет мужик, у жена теперь у него мертвая, он немного поехал. Да, очень тяжелая совместная жизнь. Поехал отдохнул, скажем так. Вот, он занимается этим, как это, писательством. Ну и… Активизмом политического рода. А, да-да-да-да. Да-да-да. И сумасхождением. А, я понял. Сумасхождением. Точно. Безумный. Там написано. Безумный. В общем, на самом деле, все повторяется. Он сперва находит свою первую жертву, этого человека из библиотеки, потом он стучится в тот же дом и почти теми же словами, которыми обманывал в прошлый раз, просит пустить его в дом, говорит, что его избили. Мужчина, на самом деле, открывает ему дверь, потому что он участливый. Он пережил сам трагедию. Его жену избили, на самом деле, Алекс и его друзья. Но они были в масках, поэтому он не узнает сейчас Алекса. Но он такой, блядь, чувак, давай по-братски, помойся, ты поешь, пожалуйста, что-нибудь, вот яйца, пожалуйста, помойся, пожалуйста, поспи, бедный ты, чувак. Ты жертва системы. И, на самом деле, вот с этой второй главы все же идет, еще идет речь о правительстве. За эти два года у правительства поменялся некоторый курс. Оно, например, взяло себе на вооружение вот эту корректировочную систему изменений экспериментально. Там был новый премьер-министр пришел к власти, как раз тот, который и внедрил эту систему изменений. Точно этого не помню. Ну, допустим. Это точно там. Да, и там стали как раз полицейские дружины, как назвать, отряды усилились за счет того, что сейчас хулиганов, вроде его бывших корешей, стали принимать в полицейские довольно рано, да. Чтобы они могли бесчинствовать, но уже на стороне закона. И все это ему выговаривает мужик, жена которого была убитая, и говорит, что с этой системой надо что-то решать. Потому что вот какой вопрос поднимается. Вопрос, по-моему, свободы воли. Свободы воли и свободы выбора. Потому как, когда Алекс соглашался на корректировочное лечение, он думал, типа, я во всех наебал. Его наебали, да. Когда думаешь, ты ешь систему, она тебя ебет. И он лишился возможности убирать стиль своего поведения. Хороший он или плохой. В общем, и мужик топит за то, что это важнее. Свобода важнее. Потому что Бог как раз дал нам свободу. Ну да, и говорят, типа, оппозиционеры делают из него жертву, потому что, типа, это под контролем современной системы такое допустимо делать с людьми. И от такой системы надо избавляться. А он живой пример жертвы этой системы. Несчастный, бедный. Так по факту там вообще любые варианты, они все плохие. Там с обратной стороны системы, любой выбор, он так себе, как будто бы. Ну, то есть есть люди, которые, типа, давай, ты не будешь, соответственно, преступником, вот тебе вколем, а другие, нет, давай, ты будешь сам выбирать, кем ты хочешь быть. И по факту, Навальный наш президент. Я так и знал, что ты к этому управляешь. Ужас, ужас. Мне кажется, не надо таких заявлений делать. О, слушай, все попадает. Алексу вкалывали эту хуйню, типа, новичок, да, назовем ее. Он посидел в тюрьме. Посидел же? Посидел. Только в самолетах не летал. Зато летали на той тачке. Этот, ну и собственно... Улетный был вообще. Это был летальный исход. Отпиздили. Он весь в крови лежит там. Не, он уже добрался до дома, участливого мужичка. Ну да, да, да. Он помылся и в ванной он там начал что-то, да? Есть яйца. Да. Есть яйца в ванной. Пусть, блядь, яйца везде рядом. Ну, потом он поспал, и потом завтрак. Мне кажется, какая-то была какая-то рекламная интеграция. Наш Орский, вот эти яйца какие-то там было. Они просто везде... С-0 именно. Типа потому что самое свежее. Да, да. Чтобы человек только читал, хочу купить яйца. Чтобы это была нативная реклама. Ну, они реально яйца задолбали. И вот это вот тосты, яйца... Ну, это чисто британские яйца, потому что тосты, яйца... Да и обед, и ужин. Там вообще все было ужасно. Но... Мужичок, как его зовут? Ф. Александр. Алекс еще удивляется, бля, как меня. Вот ему мало для удивления, на самом деле. Он приглашает своих друзей, коллег по политическому этому активизму. Приходят три разных фурничка. Полустый курильщик, интеллигент и человек с зубами. Тоже припизнутые. Угу. Немножко. Увлеченная, скажем так. И они такие, так, мы тебя сейчас обстряпаем, как вообще супер-жерта. В этот момент параллельно, Ф. Александр догадывается, что Алекс... Я пишу, пишу, может, накинем шуток каких-то, у меня не получается просто. Мне кажется, нужно было назвать это не заводной апельсин, а заводное яйцо. Ха-ха-ха-ха. Все, накину ту шутку. Что там было, да? Спасибо большое. Заводные яйца. Короче, они хотят сделать его прям максимально жертвой системы. Да, и потом он в конце, в общем, все закончится тем, что он настолько несчастный и избитый, из него вытекает кровь, и он еще после травмы... А его ж заперли эти чуваки. Его заперли в комнате и включили музыку. Да, да, да. И он выпрыгнул из окна. Седьмого этажа. Нет, прикиньте, он с первого этажа выпрыгнул. Просто очень хрупкий человек. Нет, там просто внизу розы были, он упал на розы. Пока его пытали... Нет, там просто так много людей с кулаками лежало, и он прям на них упал, и так неудачно. Мы кстати не сказали, что пока его пытали там, переделывали ему психику, он все это время сидел под Бетховена своего. Да, да. Я сейчас поясню чуть-чуть. И он не мог слушать эту музыку, у него голова болела от этого. И это тоже стало проблемой. Музыка была частью вот этого визуального восприятия, тоже у него были там рычажки на насилие, и он и музыку не мог слушать. Тогда он же там говорил, что самое ебанное было, что мало того, что ему показывали всю эту херню, только еще и под его любимую музыку. Так у меня, конечно, у многих же такая была тема. Тебе нравится песня, ты ее переслушал 300 раз, потом, блин, не могу ее слушать. В общем, Алекс пытается покончить с собой, в очередной раз в этом доме разбивается, падает на землю, и как будто бы из-за этого, из-за этой попытки суицида у него пропадает вот эта вот тошна. Он крови потерял. В результате гипнотерапии, когда он лечился, вот такой здесь был в гипсе, ему что-то во сне его лечили обратно. Мне кажется, башкой просто уебался, и поэтому все это было. Я тоже так думал, но еще там была какая-то манипуляция. И еще про кровь было, что он потерял так много крови, что вряд ли в нем что-то осталось. Вот, да-да-да. Точно-точно-точно. Тоже подумал. В общем, да, Алекс стал потом снова... Его вернули как раз для того, чтобы правительство могло усилить свои позиции, что, мол, это жертва режима, на самом деле не жертва, и все хорошо, и корректировочно вот это лечение, оно и обратимо, и так далее. В общем, здесь как бы усилия оппозиционеров сводятся на нет. Глобальные какие-то силы решают свои вопросы. Но у нас есть только Алекс, который потом возвращается к тому, что он уже обласканный прессой, обласканный властью. Он сидит в баре, он на фартовой работе уже работает, ему 18 лет, он с новой бандой сидит, но чувствует, как... Они вот тоже собираются этот толчокинг идти делать, но ему уже не так в кайф. И цепью не так... Может, потому что им 15, а ему уже сколько там? 17. Да, почти 18 или уже 18 лет. И тут я такой, а вот какой у тебя вывод. Энтони Бёржес, я думал, куда ты с вопросами там правительства, антиутопии, свободы воли и прочего. Он такой, надо просто повзрослеть. И все, да, такой просто вывод. Да, юношеский максимализм пройдет, а вместо этого там потом цитаты типа, эй, надо о жизни задуматься, мне ведь скоро 20, я 31-летний хуесос. Смотрю на это такой, бля, нет, хватит, стойте, стоять, 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 не сметь нормально жить. У меня 31, я тут, ну, верил только что... Подожди еще, дай себе время, дай ей много времени. В 35 задумаешься о жизни. Именно. И он такой, он носит в свою фотографию младенца. Да, он Бебика хочет. Да, и это фотография его потенциального сына. И он думает об этом и говорит, что вот такие вот дела, уважаемые. Мне по какую-нибудь детку для Бебика. У меня есть теория, что он, автор умер, смотрите, автор умер от рака, а дописывал книгу Паулу Коэлю. И там дальше вообще уже, они там плавно в алхимик приходят. Он открыл на моменте, причем не дописано было, на моменте, когда он лежит и истекает кровью, когда он попался на его этажа и он такой, нихуя, ну это не конец вообще. Паулу Коэлю такой, надо какой-то вывод. Скорее, бойчишка повзрослит. Хорошо, это в руки тетчеву не попало. Блин, на самом деле... Потому что он там в противном случае, он выпадает из... Он лежал, истекал кровью. И тут прилетели первые весенние птицы. И изнасиловали всех. И ветер, и ветер легкой воронкой крутил осенние листья. Вокруг его пиздец. Я правильно понимаю, что если бы это писал Толкин, то он бы лежал в луже своей крови и орлы летят! Орлы! А правильно понимаю, что Тютчев просто офигачивал с ЛСД? Извини, пожалуйста, пока далеко не ушли от этой еботы топореллой. Марат, меня зовут. Нет, я имею в виду. Это бы если было бы Толстой. Если Толстой писал бы в это окно, и начинается... Алекс лежал и смотрел в безжизненное... Тогда можно развивать, что если бы это экранизировал не Кубрик, а Гайдай, а Шурик был главный персонаж... Во-первых, музычка была очень веселая. Не кричи! И изнасилованием было веселое, да? А прикинь, как он за граммой прыгивает такой... Так хорошо накладываются фильмы эти... Может, не надо? Надо, Федя, надо. Это прям... Оно все... Это так муж кричал, когда говорил, не надо насиловать мою жену. Может, не надо? Да, да. Советский суд – самый лучший суд в мире. Это Алекс кричал перед этим, да. Когда насиловал. Короче, смотрите... Да, а там выводы, когда мы говорим? Сейчас, нет? Ну, кстати, это то, что отличается от фильма. Вот этот вывод, что надо просто повзрослеть. И чувак повзрослел, и вроде как все, ум расчистился. Это кейстер? А? А, договори, извините. Нет, этого не было в фильме просто. Вот, по сути, чем... Нет, это... Время для выводов каких-то есть. У него идет... У него как будто... Он уже был в крайности, находился вот этой вот одной, и что он всех убивал, насиловал. И сейчас он как будто перешел в другую крайность. Семья... Теперь их нужно убивать и насиловать. Да, теперь. То есть он пришел в другую крайность. Я думаю, что это тоже отчасти из того, что он подрастал. Он 18, теперь ему 18. Он понимает, что в жизни он опытен. И понимает, что все, что он делал до этого, теперь это по-детски для него. И он ушел в другую крайность этой, но взрослой. Если бы Бёрджос продолжил писать эту книгу, я уверен, мы бы узнали, а потом ему 21. И он там уже такой, что я за хуйню так делаю опять. Прикиньте, реально, книга с событиями. Потом он 30, и он уже такой, ну я и тупой мудак был, конечно. Прикиньте, реально, ну то есть книга насыщена событиями. Потом 300 страниц, как он выплачивает ипотеку. Вообще абсолютно скучно, рутинно. Ну потом, я только скандал, я прихожу в магазин, там хлеб стоил 12 рублей, а стало 1,50. Это вообще что за произвол в Англии? Как же я устал быть этим айтишником. Вспоминаю эти времена, когда мы насиловали и убивали. За стопочкой водки просто дома. Эх, вовременно. Заткнись, сука, я был в детстве в охуенное время. Я все в говне. Короче, вот такой вывод, что он, когда творит насилие, он, ну, воспринимает это все как прикол, как досуг, чисто рекомендации в ютубе. Ну, типа, окей, это вообще для меня хорошо. А когда это разворачивается на него, он такой, ааа, нет. Это неправильно. Просто вот это вывод, что делает то... С таким голосом он говорит. А, да. Это очень странная аудиокнига, я сразу сказал. Там реально, там реально сказал человек, можете подождать, мне нужно кофе попить. И я ждал, пока он кофе попьет. Так, и тут Алекс пошел в комнату, бля, срать хочу. Стоп, сломалось, сломалось. Для меня, честно говоря, они особо еще не раскрыли, почему вот это вот он, окей, слушай классическую музыку. И... Да потому что... Типа он утонченный. И при этом паталист. Типа он утонченный. Он сноб, конечно. Он нормальный чувак, мог бы быть. Тут вопрос в том, что действительно... Мне кажется, что классическая музыка здесь нужна для того, чтобы показать все-таки, что все это время существуют другие грани личности. Он вот перся там по бабкам, и мораль книги можно этим же голосом бабки сказать. Поступай с другими так, как ты хочешь, чтобы поступали с тобой. Это какая-то детская бабка. Это какая-то детская бабуся. Я, например, первый раз прочитал эту книгу в 16 лет. И вот прям не читайте ее в 16 лет, потому что в 16 лет ты не поймешь смысл от нее. Читайте в 10. Я смысл книги этой понял по-настоящему, только перечитав ее через 10 лет позже, потому что там... Потому что ты читаешь такой, и пойду бабку и забью, да? А потом вы его. Нет, я к тому, что там очень... Галкин-то ее прочитал, это мне кажется, да? Там очень романтизируется насилие, оно описывается как способ удовольствия и так далее. И когда ты читаешь его молодым, горячим, и ты еще не понимаешь смысла жизни, условно, да, то просто после экранизации этой книги как раз в моду вошла именно вот так, ультра-насилие, вот это вот все. Многие футбольные группировки и скинхеды использовали ту же одежду. То есть они романтизировали книгу. Поэтому рано, в раннем возрасте ее лучше не читать. Да. Я перечитав ее два раза потом, я только потом понял, что это книга о смысле, о выборе. То есть ты не рождаешься жестоким. Окружение тебя делает жестоким. Книга «Заводной апельсин» сначала ослепила тебя, а потом прозрела. Абсолютно нет. Это пробудительный апельсин. Ты его заводишь перед сном, и потом он тебя пробуждает. То есть я правильно понимаю, что классическая музыка это как показать для того, что в его личности есть что-то хорошее. Или бы сновидность. Стиль, да мне кажется, это просто склонность к измене. Нет, как можно показать хороший вкус. Это самая легкая. Да, классическая музыка. Она, для человека, без претензий. Прикинь, прикинь, был то же самое. И такая странная деталь. Он носил штаны клеши. Ты думаешь, да я. Реально именно классическая, мне кажется, потому что Коля абсолютно прав. В любую другую музыку написав, ты у какого-то пласта попадешь в пленю. Честно говоря, это странно. Ты суперфанат Меладзе. И пишешь, он все время слушал Меладзе. И конечно, люди... Вообще-то под классическую музыку он становится суперзлодей совершать всякие преступления. Это уже в последствии. Это тоже показать, что это типа суперзлодей, у которых есть идеи. Утонченность. Да, есть какая-то. Прикинь, если реальная музыка. Лучическая музыка это утонченность с каких пор, блядь. Давайте к цитатам перейдем. Я кажется, там самое важное. Цитаты, да? Интересует? Я вот такое нашел. О, у меня есть. Почему вы так рьяно выступаете против нынешнего правительства? Разве другое будет намного лучше? Хорошая цитата. Дома послушайте, почитайте. О, спасибо. Я хочу так сына назвать прям всей цитатой. Всей цитатой? Да, буду изложить. Каждый раз очень тяжело. Почему вы так рьяно выступаете? Иди сюда. Моя любимая цитата и прочий кал. Блянь, ты украл мою любимую цитату. Мне нравится цитата старый добрый суневынь. Старый и добрый суневынь. Это какой-то агитайз, да? Да, у которого я чай покупаю. В этом, в Убить Билла, который был. Тогда у меня две подряд. Они самые нелюбимые. Первая-то, ну, пожалуй, плечами Пит. Мне ведь все-таки скоро 20. Вполне уже можно остепениться. И вторая-это, наверное, я просто слишком стар становлюсь для этой жизни. Блейн, который вел все это время 18. Это совсем немало. Забавно, что это пишет 40-летний человек с раком мозга. То есть он, видимо, ностальгирует по тем временам. Не, он просто, он забыл, каково это было быть юношей. Он уже 20 лет как там не был. Поэтому он такой, так, наверное, в 15 они только хуйнями страдают, а в 18 они уже детей делают. А вообще нет такого, что как будто бы в книжке вот прикольная идея поднята того, что вот он, все его размышления о том, плохой он или неплохой, а где плохой, а что теперь, чтобы мне становилось лучше и должен становиться хуже, вот эти вот все его мысли из второй части книги. И как будто бы очередная книга про то, что всегда правда посередине лежит. Про баланс. Ну, кстати, это ведь идея такой кучи книг и фильмов. Сперва зверство, крайности, радикализм, а потом гармония какой-то, спокойствие. Все в конце концов остепеняются. Это же правило драматургии должно быть что-то такое. Санек уже сюда пошел. Блин, чуваки, это киношные штуки там. Санек. Такая цитата. Ну-ка. С утра не ел. Это твоя цитата? Да и утром-то поел довольно-таки, блин, условно. Кстати, меня очень зацепило эта цитата, когда я читал, потому что я тогда, я тоже, братан. Я понимаю. Это такое ощущение, когда ты вроде что-то сегодня уже ел, но что именно никак не сможешь. Вообще, да, то есть это даже трудно посчитать. Что-то ты пожевал где-то. Что-то так. А когда ты слушал эти разборы этой книги всякие, мне очень веселись, что есть классическая модель интерпретации, это сказать, что главный герой – это типа Иисус. Ну так про многие книги говорят. Да, я-то заметил, что есть универсальный ход, сказать, ну типа он там умер, воскрес. Я не могу сюда подвязать Иисуса. Ну типа нет, ну там какая-то была тема, что предали, знаешь. Его надо не подвязывать, а прибивать. Воскрес. Там по-другому. Он когда повернулся еще на меня головой, я такой, не надо, Марат, не надо, пожалуйста. Короче, смысл этой книги в том, что что хуже, добро, зло или бесконтрольное зло? Или бесконтрольное добро? То, что он был добрым не по своей воле. То, что его заставили быть добрым. Зло, безусловно, хуже. Но потом, когда он излечился от этого, да, собственно, пройдя еще одну методику, другую, да, он стал все-таки более добрым, потому что к нему начали приходить мысли. Он все еще оставался. Да, да, он просто вырос. То есть, по сути, смысл в том, что нужно, да, повзрослеть, скорее всего. Вот. Весь вопрос в том, действительно ли с помощью лечения можно сделать человека добрым. Ну да. Добро исходит изнутри. Добро надо избрать. Так же, как можно избрать, поставить лайк под этим выпуском, подписаться на канал и включить колокольчик, для того, чтобы не пропустить выпуск новых видео. Ой, очень здорово, но мы так ни одно шоу не заканчиваем. За всю историю стендап-клуба. И поэтому за пять лет миллиона подписчиков нету до сих пор. Спасибо вам. Спасибо вам большое. Спасибо. Леш, слушай, есть такое, что от всего этого толчокинг, дратсинг, что-то, ну, устаешь порой? Да, конечно, нам уже по 30 лет. Какой крадинг, дракинг, суньвынь? Старый добрый. Хочется, не знаю, что ли, почитаем немного книгинг. Ты вообще, я бы послушен немного литературинг просто, чтобы отдохнуть. О, послушен литературинг. Это знаешь что, тебе нужен стори-теллинг. Стори-теллинг? Да, отличное приложение для прослушивания литературинга. Только гуглите нормально, стори-тел. Стори-теллинг, конечно, не найдете ничего такого. Поняли, да, почему мы переделали? Ссылка в описании. Спасибо. Спасибо. Продолжение следует...